Всем добрый вечер! Мы со Светой идем в садик. Что ты у папы? Все понятно. У нас опять снег идет. Смотрите, с елочки уже в снегу. Тейсон, добрый вечер! Добрый вечер, мой хороший мальчик! Да, Тейсон? Да ты мой хороший! Смотрите, как он радуется. Вот как с ним не разговаривает, когда он такой довольный? Когда он радостный такой. Да, Тейсон? Тейсон! Тейсон! Ну, ответь! Да, вот, ответь. Видите, он отвечает мне. Дорогие друзья, достала я сегодня вот такие вот тесто дрожжевое, вот такое слоеное и простое тесто слоеное тоже. Попробуем что-нибудь испечь из них. Не знаю, что, но что-то сейчас попробуем. Посмотрим, что получится. Приношу извинения, забыла, что камеру не включил. Короче, будем сейчас что-то пробовать из этого теста сделать. Ни разу, ребята, из этого теста ничего не делала. Такой вот цвет найдем немножко. Так, что я хочу сделать наподобие конвертиков, что-то такого. сварганю сейчас тесто немного раскатала. Вот, ребята, кто вообще из такого теста хоть раз что-то готовил? Я ни разу не готовила, поэтому даже не знаю, как и что делать из него. Ну, попробуем сейчас что-то. Выпадает варенье. Можно еще вот так вот для красоты нарезать. Вот таким вот образом сделать. И на противень будем складывать. Не знаю, что у меня, ребят, получится. Вот серьезно говорю, не знаю. Варенье жидковатое. Ну, что получится, то получится. Не могу ничего сказать. Вообще, первый раз из такого варенья делаю. Поэтому посмотрим, что у меня получится. Потом покажу вам. Ну, пока дальше стряпаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Короче, ребята. Сделала 4 рулетика. Первая партия уже выпекается. Не знаю, я что из такого теста готовить. Даже больше покупать не буду. Потому что что-то у меня с таким тестом у меня фантазия не работает. Обычное тесто из тазика, которое сама смешаешь. Фантазия и пирожки, и булочки. Все, что угодно можно. А из этого даже не знаю, что и приготовить. И помните, я вот такой вот ножик покупала. Не помню, где уже даже. Ну вот, слушайте, режет тесто идеально. Прям шикарно, я бы сказала, мне понравилось. Поэтому вообще вот, по-моему, на Валбере заказывала. Тесто вообще хорошо режет. Острый такой. Ладно, выпекаю первую партию. Потом вам покажу, что постряпала. Испекла первую партию. Ну, вот тут один рулет и немножко мелкий. Чтоб сейчас попробовать, что из этого теста вообще получится. И поставила еще 4 рулета деткам наутром как раз чай попить. А у нас сейчас и свечу ночь. Вот так вот я ночами время провожу. Какому всем нравится, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Все, ребята, допекла рулетики. Получилось 5 рулетиков плюс булочки. Мы тут уже несколько съели булочек. Поэтому вот такой вот у нас будет завтрак деткам наутро. Перед школой поедят с чаем. Надеюсь, им понравится. А я решила в следующий раз купить вот сыр, колбаску и сделать мини-пиццу. Из этого слоеного теста, мне кажется, должно получиться вот. Если вам будет интересно, то оставайтесь. В ближайшее время, как только появятся денежки, куплю и мы сразу с вами постряпаем. Вот так вот, ребята. Все по ночам спят. Это я по ночам решила постряпать. Что-то это. Лежит тесто. Думаю, попробовать хоть раз. Я ни разу такое тесто не брала. Вот, решила, первый раз взяла, решила попробовать. Что из него получится вообще. Ну, мне кажется, более-менее получилось. А дальше посмотрю. О, чайник скипел. Срисо такой пар. По всей кухне. Ладно, дорогие друзья. Всем желаю всего самого хорошего. У нас время ночи. Мы сейчас пойдем спать. И этот влог продолжился уже завтра. Поэтому всем желаю крепкого здоровья. Всем желаю всего самого хорошего. Ну и всем пока-пока-пока. Всем добрый вечер. Я иду на почту. Там пришла посылка с любимого Василька. И там для Маши пришел костюм, как вот у девочек был. Розовый и голубой. Только у Маши будет фиолетовый. Да, Тайсон? Да. Вот видите, как он разговаривает. Ладно, бежим на почту. А потом в садик надо еще бежать. У нас вечер. И я иду в садик. Сходила уже, забрала посылку. Принесла домой. Также перевыпустила свою карту. У меня вчера, ребята, знаете, вот ревела весь вечер. Мне взломали карту. И деньги оттуда списали. Я вообще в шоке. Ой, моя мать. Просто ужас. Тайсон? Тайсон? О, с будки вылез. А вы говорите, он в будку не лазит. Он лазит в будку. Ну не всегда, да, Тайсон? Ой, тебе моя радость. Ой, тебе как хвостом виляет. Пританцовывает. Тайсон. Видите, как он радуется. Вы говорите, с ним не разговаривать. Он так и ждет, что с ним поговорят. Да, Тайсон? Да. Ладно, идем в садик. Забрала ребятишек из садика. И едем, Ваня, автобусы машет. Водителю. Всегда машет. Поздоровайся со всеми. Скажи привет. 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 Молодец. Марина, ты скажешь привет? Привет. Привет. Молодец. У нас вечер за 6 часов. И мы едем домой. Да? Хорошо, Ваня, на снегу хотела ехать? Я не держу. Ну, ты не держишься. Да, на снегу катит. И ты катишься. Я не могу дышать. Я не могу дышать. Да. Ладно, едем домой. Слушай, мне сегодня мешал снять распаковку. Василька. Так, что, Маша померила? Ну, сейчас я Маша... Вот, да, кстати, ребята, Маша пришла. Костюм опять большой. Но он после стирки сядет. Да? Тебе нравится? И второе она померила. Ну, это в распаковке с Васильком вы все увидели. Дорогие мои друзья, я села покушать сегодня. У меня муж сварил суп грибной со спагеттями, с картошечкой. Вот такой вот вкусный. Взяла себе черный хлеб. Сейчас еще лук себе нарежу и с луком поем. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я буду кушать. Вот такой вот, ребята, сегодня был влог. Я надеюсь, вам понравилось. Много интересных вопросов. Мне там написали вопрос, носит ли Катя корсет. Причем не один человек написал, а несколько. Да, Катя иногда одевает корсет, но она в основном только дома его одевает, потому что ей как бы стыдно, что ли, в школе ходить в нем. Но она в школу ни разу его не одевала, она только дома его одевает. Она и зарядку делает у нее. Есть специальное видео, где она смотрит, как что делать зарядку. В этом плане, да. Потом многие спрашивали, кому достался этот пенал, который прислали Маше. Ребята, он достался Маше. Маша его переделала. Мы потом обязательно заснимем вам, как и что она его передела. Но он достался Маше. Маша им пользуется. Маша, то что Маша сразу же на следующий день его в школу с собой взяла. Она всю старую канцелярию оставила дома. Все вот это вот, все, что ей пришло, она с собой взяла в школу. Ну, там пару ручек своих добавила и все. Остальное вот взяла. Многие спрашивают, что, как у Ильи учеба. У Ильи учеба сейчас идет на дистанционном. Там они обучение до 13 января по приказу нашего губернатора Пермского края Махонина. Там, получается, некоторые города с 5 по 11 класс. Наш город в это не включен. А вот Соликамск, Чусовой, Пермь и Березняки с 5 по 11 класс уходят на дистанционное обучение до 13 декабря. И вот Илья сейчас думает, ехать ли ему домой или все-таки остаться в Соликамске жить. Я не знаю, я ему предложила, я говорю, поищи работу, может быть, где-то что-то найдешь, хотя бы те же листовки самые разносить, ты хоть что-то заработаешь. А так, смысл, тогда мы платили за квартиру. Эти 6 тысяч тупо отдали, ни за что ей будет, она пустая стоять. Ну вот, а если мы не заплатим, то она сдаст кому-нибудь другому уже человеку и получится, Илья тогда вообще без жилья останется. Да, Маша? Можно я? Да. Так что вот такие вот, ребята, у нас новости. А так, в целом, у нас все хорошо. На этом я, наверное, сегодняшний влог свой завершу. Скажу всем спасибо огромное за вашу поддержку, за ваши добрые сердца, за все, за все, за все, огромное вам спасибо. Если вам понравился этот влог, напишите, пожалуйста, давайте я, наверное, на этиках сделаю, напишу в сообществе какой-нибудь пост, где вы можете писать свои вопросы. И мне так будет удобно, потому что многие просят записать опять видео, вопросы ответить, ответить, или же выйти в трансляцию. Я не знаю, как мне получится не в трансляцию выйти, но постараюсь, конечно, но не обещаю. Потому что загруженность хватает, дома дел очень много сейчас, надеюсь. Если Илья приедет, то мы с ним переклеим коридор полностью. Я ему уже предупредила, говорю, если ты домой приедешь, то ты мне поможешь коридор клеить, обои. Потому что в одного мне будет все равно это тяжело клеить. Поэтому очень надеюсь, что поможет в этом плане он мне. Так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем желаю крепкого здоровья, всем желаю всего самого хорошего. Ну и всем пока-пока, я вас всех люблю.